Здоровье Здоровье – это та ценность, которую от человека наделила природа. Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечной вонихватки времени, стресса, в отсутствии движения, небрежного отношения к своему питанию, человек бездумно растрачивает свой потенциал. Добавляет в этот список негативных ноток экологическая обстановка, экономическая нестабильность и проблемы здравоохранения. Для заострения внимания на проблемах здоровья человечества и был создан праздник – День здоровья. Мировое медицинское сообщество приняло решение о ежегодном проведении специального дня, в который будут подниматься наиболее актуальные вопросы охраны здоровья. Всемирный день здоровья проводится каждый год 7 апреля – день рождения ВОЗ – Всемирной организации здравоохранения. Ее устав был принят 7 апреля 1948 года. Этот праздник отмечают, начиная с 1950 года. Изначально его праздновали 20 июля. Април не зря выбран для проведения праздника. Этот радостный весенний месяц символизирует пробуждение весны, надежду на лучшее, несет светлое и жизнеутверждающее начало. Ежегодное мероприятие каждый раз посвящается какому-либо актуальному вопросу. Заранее выбранная тема праздника еще ни разу не повторялась, хотя проводится Всемирный день здоровья уже свыше 60 лет. В последние годы тематикой часто выбирается психическое здоровье человека, а также влияние экологической обстановки на самочувствие. Праздник направлен на решение основных проблем мирового здравоохранения. Это повод для сплочения всех стран и народов с целью правильного воспитания и пропаганды активного образа жизни. Все проводимые мероприятия посвящаются именно этой проблеме. Согласно выбранной теме, День здоровья подробно рассматриваются причины того или иного заболевания, методы профилактики и борьбы с надувами. Этот праздник касается не только медицинских работников, врачей и медсестер. В эти дни повышенным вниманием пользуются люди, имеющие тяжелые и неизлечимые заболевания. Им стараются помочь, приободрить их, селить надежду на лучшее. Здоровье невозможно переоценить. Это достояние общества, основа полноценно счастливой жизни каждого человека. Возможность жить и работать, строить планы и добиваться результата. Практика свидетельствует, что люди часто вспоминают о своем здоровье только тогда, когда оно утрачено. Поэтому чрезвычайно важно вести правильный образ жизни для предотвращения всевозможных заболеваний. В наши дни ситуация начинает меняться. Все больше людей занимаются спортом и туризмом, активно, пристально следят за собственным здоровьем. В то же время существуют и другие крайности. Многие увлекаются самолечением, ведут малоподвижную жизнь. Улучшение материальных условий ведет к перееданию. Развитие транспорта, автоматизация производства, малоподвижности, ослабление физической активности вызывают нарушения жизни на важных функциях. Поэтому современному человеку так важно соблюдать хотя бы элементарные навыки, делать утреннюю зарядку, по возможности ходить пюшком. На наше здоровье влияет оптимальное соотношение труда и отдыха, включающего двигательную активность и интеллектуальную нагрузку. Люди, занятые умственным трудом, во время отдыха нуждаются в физической встряске. Тем же, у кого тяжелая физическая работа, показаны интеллектуальные разминки. Распорядок дня, который так трудно соблюдать современному человеку, очень важен. Даже самый бешеный ритм жизни непременно обязан включать периоды труда и отдыха, полноценного сна. Очень многие в наши дни пренебрегают этим правилом, что ведет к переутомлению, стрессам, раздражительности, падению иммунитета. Особенно важен нормальный сон. У всех людей разная потребность его количества, но обычно рекомендуется посвящать ночному отдыху не менее 8 часов. Регулярное недосыпание – прямой путь к болезни. За час до отбоя требуется прекратить любую работу, как физическую, так и умственную, во избежание бессонницы. Укладываться спать следует в одно и то же время, в хорошо проветриваемой комнате, но раньше, чем через 2 часа после ужина. Одно из самых главных средств укрепления здоровья – посильная физическая нагрузка. Даже если заниматься гимнастикой всего 20 минут в день, польза будет неоценимой. Для укрепления опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы полезны подвижные игры, гимнастика, легкая атлетика. От лишнего веса помогает избавиться быстрая ходьба или легкий бег. В современном обществе наметились тревожные тенденции. Дети стали малоподвижными. Урок физкультуры перестал быть любимым. С прихода в нашу жизнь интернета активные игры практически исчезли из досуга. День здоровья призван вернуть интерес молодежи и подростков к активному образу жизни. Этот праздник призван подтолкнуть к активным занятиям, спорту или физкультурой. Если после завершения мероприятия у школьников возникло такое желание, цель можно считать достигнутой. Наше здоровье бесценно. Его не купишь ни за какие деньги. В этот праздничный день стоит вспомнить, что здоровье – это не только отсутствие болезни, но и состояние нашей души. Поэтому желаем обрести единение между телом и духом, найти взаимопонимание с самим собой и другими людьми. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok